Царю Небесный, Утешителю души истины, И же везде свися, исполняя сокровища благих, И жизнеподателю принеслися мы, И очистины от всяких скверных, И спаси блажен души наношу. Господи, просим Тебя, благослови наше занятие по слову Твоему. Не допусти нам уклонения ни вправо, ни влево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Дай нам все услышанное заполнить, раствори это верою, наполни сердца желанием поделиться с другими. Пошли на нашем пути этих жаждущих слышать слово Твое. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание Иакова, 2 глава, 1 стих. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Толкование. Кто делает что-нибудь с лицеприятием, тот навлекает на себя большой позор, как не уважающий однородного и прежде него самого себя. Вопросы есть, поэтому... Невзирая на лица, что такое лицеприятие? И при чем здесь вера? При чем здесь большой позор? При чем здесь неуважение однородного? Давайте 2-3 стих еще прочтем и порассуждаем. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перснем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, ты встань там или садись здесь, внук моих. Толкование. У евреев, кажется, особенно в обычае было носить персни. Но при этом он и скажет, может быть, что если Иаков есть учитель завета Христова, то почему не прекращает подзаконного, но еще возвышает тон и принимает, принимая остающихся в благочестии подзаконным, а не порицая их? Такому мы отвечаем, что теперь Иаков беседует с ними, поближе и снисходит их немощи, чтобы тот час, отменив закон, не заставить их отступиться от него по новости учения. Но он ведет дело с основательным расчетом, уступив несколько это было безвредно для него в Новом Завете и под законным обрядом. Ибо чем отвращало его от веры Христовой соблюдение субботы или посты и воздержание от снидей? Через эту уступчивость, завладев их вниманием к своим собственным словам, он мало-помалу убеждает их отставать от подзаконных обрядов, как бесполезных и ведущих к рабству, а не к свободе, подаваемой во Христе. Итак, мудро, пользуясь небольшими уступками, он предложил приличное христианам, как раз тогда, когда они беспрепятственно внимали его словам. Давайте еще. Четвертый стих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Толкование. Не пересуживаете ли? То есть вы испортили приговор свой, не сделав наперед никакого исследования о том, рачителен ли бедный или ленив богатый. Но ваше неразвлечение привело вас к лицеприятию, заставило вас одного похвалить как богатого, а другого презреть как бедного. Стали судьями, несправедливыми, поддавшимся лукавству из лицеприятия. Ну вот теперь становится более ясно, в чем же здесь, при чем же здесь вот эта вот вера. То есть уже человека осудил, бедного как презренного такого, ну а если богатый, то что тут надо его первым делом почтить и посадить поближе. И вот Иаков, значит, апостол вот это вот он своим братьям и говорит. А в чем эта уступчивость, о чем здесь говорилось? Что, если о перстне что ли? Непонятно пока. Мне кажется, вот это проявляется именно в этом. Вот в мире, это просто мир этим живет 100%, как бы, 100%, то есть из этого не вылазит даже. Это даже проявляется вот в таких вещах. Ну, к примеру, будет там, не знаю, какой-то, где подходить министр, ему одним тоном что-то скажешь. А будет уборщица, ты ему то же самое скажешь, но одним тоном. То есть это как бы, все зави... Ну, то есть это все лицеприятие. То есть из того, что там один богатый или там уважаемый, ему скажешь одно. А если это там будет неуважаемый никем, ты его по-другому будешь с ним разговаривать. И, соответственно, это же самое и в храме, в церкви, вот это видишь. Те, кто много платят денег, допустим, там, на строительство храма, то прям батюшки вокруг них скачут, они прям причащайтесь, приходите. Ну, прям совершенно другой взгляд у них. А кто там просто приходится, с ними по-другому разговаривают. Вот так вот, мне кажется, это вот об этом как раз таки речь. То есть, что это рассуживание, то есть, не следовав, не действительно ли человек правильный или он христианин, не вырушает ли он что-то. А отношение уже сразу же другое. Встречают по одежке, есть такая поговорка, да, провожают по уму. И да, в миру вот привыкли так вот встречать по одежке. Если богатая у тебя одежка, то ты вот сразу перед ним начинают лебезить. И вот это вот апостол Иаков и учит свою пасту этого не делать. И дальше он пишет. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? Вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Толкование. Чем же богаты? Верою. Ибо неотъемлемый мир бедных, когда они перейдут к вере, делает их сильнейшими богатых. Посему и Господь избрал таковых учениких и явил наследниками царства. Ну вот, да, Господь избрал почему-то бедных. И здесь вот он говорит, не богатые ли притесняют вас, не они ли влекут вас в суды? Здесь вот не совсем понятно. За долги что ли они бедные или как? Почему именно у богатых такая привилегия? А потому что они, здесь же как правило какие-то начальники, и они ничего не прощают всегда. То есть ты что-нибудь ошибся, они сразу жалуются, ну сразу же тебя как бы, сразу чтобы на место тебя поставить. А у бедных же как? Все бедные между собой. Ну там кто-то кому-то разбил там окно. Ну там они как-то разобрались между собой. Суды там никто тебе за это не подаст. Ну все простые бедные люди. А у богатых, ну нет, у них там юристы свои и там прочее-прочее. Они ничего не прощают. Влекутся в суды, сразу накладывают то-сё. Это вот так и в жизни. И он им говорит, что он как бы, вы зло делаете. Они вам-то зла-то больше приносят. Чего же вы так перед ним не везите-то? И мне кажется, это так и нет. Ну да, да. Можно согласиться, конечно. Я хотел бы еще добавить, что богатство, он думает о богатстве. Чтобы не потерять и умножить его. А бедных, о чем он может думать? У него вера только на боги думает. Да, невозможно служить богу Ивамоне. Ивамоне – это вот деньги, богатство. Ибо одного будешь любить, а другого ненавидеть. Одному будешь усердствовать, а другому не родить. И трудно богатому войти в Царствие Божие в сегодняшнее евангельское чтение. Легче верблюду пройти через огольные уши, чем богатому. Хочешь ли быть совершенным? Юноша подошел к нему и спросил, что мне делать? Христос вам что отведел? Что мне делать, чтобы унаследовать Царствие Божие? Хочешь ли быть совершенным? Раздай имение и... Продай имение и раздай нищим. И он отошел весьма опечаленный. Почему? Потому что имел большое имение. То есть от большого имения гораздо очень трудно отказаться. Хотя и трудно отказаться от маленького имения. У апостолов были дырявые сети, и для них это было все. То есть они этими сетями зарабатывали себе на жизнь. То есть в принципе так. Но сеть оказалось, да и это очевидно, бросить легче и пойти за Господом, чем имение у Него. Фабрики, заводы, корабли и пароходы, как вот раньше-то говорили про богатых, осуждали при социализме богатство. Но тут же надо вспомнить и богатого Иова. Книгу Иова, кто не читал, вспомните. Человек был очень богат. Но он этим богатством распоряжался правильно. Он этим богатством делился, не только в свой карман. Хапал, хапал, хапал. И он как, бог дал, бог взял. А сегодня как, богатого обидел, бедный там, ну как вот Слава говорит, окно ему разбил. Нет, чтобы простить, но у него денег в море. Ну подумаешь, там что тебе, это окно там копейки для тебя стоит. Нет, он обязательно этого суд подаст, а тот должен батратить там, ущемлять его все, чтобы рассчитаться с ним. И вот апостол Лакова говорит, ну не бедный ли, что вы так вот к ним вот увидели богатого собрания, и вот прям перед ним лебезить. Не надо этого делать. Опять же, каким образом нажито это богатство. Тоже этого не надо, как бы судить прежде времени. Богатый может быть честно нажитый, а бедный, может быть ленив, тоже об этом не нужно забывать. Вот в нашей общине, я не знаю, может быть увидели ролики Василия Черепанова, жил он у меня два месяца, бедный, бедный человек. и хочется ему помочь, но понимаешь, что там на погеле белевую душу, он страстно-ленивый, патологическая олень. Я лучше помогу тому же барабашу, который труженик, у которого все есть, кипит, реально трудно под комбайном лежит, чем вот этому Василию, который лентяй. Поэтому здесь нужно как труднобогатому войти в Царство Небесное, там толкование такое, что труднонадеющемуся на богатство. То есть он нажил в себе имение, и он думает, что как-то вот с помощью этого богатства он наследует это Царствие Божие. Это все прекрасно понимаем, что ничего из здесь нажитого туда с собой не возьмешь. Сегодня на собрании Татьяна Кузьминична была в селе Клочках и увидела там какое-то на магазине объявление, проповедь, что все мы рано или поздно отойдем в иной мир и туда, оттуда в одной рубашке как бы мы пришли в этот мир, ну нет, и туда с собой ничего не возьмем и все попадут в ад и там скучно. Вот такая вот проповедь написана, что ему, кто написал-то, на это все пересказала, у нее такое вот полушоковое состояние, что там увидела эту... она гостила у сестры Нины, которая в клочке молится на улице, ее в храм не пускают. И вот она у нее гостила у сестры Нины Жолныровой. И они пошли в храм, Нина Жолнырова стояла, как всегда, на улице, ну а Татьяна Кузьминична зашла в храм, также на пафор, еду в платках, и ее никто не выгнал, как бы, но священник косо смотрел на нее, косо смотрел, но, как бы, ну, помолились, потом был молебен за учащихся тут 1 сентября, ну и они ушли, не стали ничего там больше беседовать почему-то. Ну и там один кто-то предложил сегодня, а что если вот сестрам там человек 9 собраться, всем приехать в клочки. И у меня было такое желание заступиться за сестру. И ей как бы уже предлагали в храм-то войти. Но Игнаин Тихонич говорит, нет, молись на улице, потому что они публично тебя огнали, публично должны извинения попросить. Они так вот, что втихуточку, ну ладно, заходи. молись. Вот. Но Галя загуляла, правильно заметила, то есть от них этого не дождешься. То есть беспокаянное такое у них состояние, что кого-то гонят несправедливо, ну а потом вдруг открылось, что это несправедливо они гнали. А попросить прощения уже все. Не получается. ее именно заставляли раскаяться в том, что она знается с Игнатием Тихоновичем принести в этом покаяние и тогда ее в храм запустим. Как я могу покаяться в том, что я родилась от проповеди Игнатия Тихоновича? отречения от Христа можно сказать к этому и подталкивали. Ну вот такое небольшое отступление, хотя оно в нашу тему заходит. То есть человек приходит в собрание и его там ты стой там ее поставили на улицу осудили ее осудили несправедливо и здесь этого богатого тоже вернее бедного тоже несправедливо осудили а вы презрели бедного а с чего ради-то? Ну нет у него денег ну Игнатия Тихоновича пенсия маленькая кто-то скажет а он там ленивый не работал поэтому пенсия а ему не давали работать а почему не давали работать а преследовала психиатрия то есть ему палки в колеса всегда ставили он мог быть капитаном дальнего плавина но он избрал другую жизнь жизнь для ближних не для себя и стал сознательно вот этим аскетом бедняком при этом какое богатство веры вот и пример сегодняшнего него как он веру бога как через него сколько людей обращаются потому что видят что он не не для себя себя ни копейку не потратил услышал о десятине и все говорит а я буду платить девять десятин и господь обильно благословляет его как в духовном плане так и в материальном никогда я не не лег спать голодным дети духовные помогают как могут вчера картошки 30 соток накопали на 5 зиму с картошкой будем еще и всем нуждающимся в общении поделимся с кем иакова вторая голова седьмого по тринадцатый стих не они ли то есть о богатых опять речь идет апостол не они ли бесславят доброе имя которым вы называетесь если вы исполняете закон царский по писанию возлюби ближнего твоего как себя самого хорошо делайте но если поступаете след соприятием то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь тот становится виновным во всем ибо тот же кто сказал не прелюбодействуй сказал и не убей посему если ты не прелюбодействуешь но убьешь то ты то ты так же преступник закона так говорите и так поступайте как имеющие быть судимы по закону свободы ибо суд без милости не оказавшему милости милость превозносится над судом толкование кто согрешает в одном чем-нибудь тот становится виновным во всем потому что не имеет совершенной любви ибо любовь есть глава всего доброго а когда нет головы и все остальное тело ничего не значит а что об этом он говорит видно из предыдущего наставления заповеди не прелюбодействуй не убей указаны для примера примечай что и они взяты из закона относящегося к совершенству любви ибо кто любит ближнего тот не будет ни прелюбодействовать ни убивать потому что такие дела свойственны врагу если бы не так то никто из людей не уцелел бы потому что никто не соблюдает всех заповедей но кто соблюл чистоту тот побеждается иногда гневом кто творит милостыню тот нередко имеет зависть посему говорится не о том чтобы вовсе не было недостатка в добродетелях но о любви что ее не должно совершать с недостатком с лицеприятием но все цело тоже можем сказать и о прочих добродетелях кто не совершенно придерживается целомудрия или справедливости но нечто опускает тот хромая в исполнении вредит всему делу добродетелями и так под словами весь закон должно разуметь закон о любви о которой речи апостола по преимуществу а законом свободы он называет не лицеприятие ибо действующий по лицеприятию не свободный но раб потому что кто кем побежден тот тому и раб второе петра 2.19 то есть закон повелевал любить ближнего это и понятно все заповеди не преподействуй не уби не укради все они основаны на любви кто любит тот никогда брата своего не ограбит жену его не возьмет себе ну и так далее и тому подобное но здесь именно о лицеприятии упор он делает потому что одних любим богатых любим а бедных не любим почему вот и когда говорится о бедных и богатых меня всегда вспоминается революция 17-го года нас так учили в школе что богатые это плохо и здесь апостол так же пишет богатые что вы за ними перед ними лебезите я всегда был за красных меня так воспитывали за бедных их так жалко что это они кулаки буржуи ешь ананасы рябчиков жуй день твой последний приходит буржуи раскулачивали кулаков я думаю ух они жадные какие-то с бедняками не хотели делиться всегда был на стороне слабых и бедных и на этом-то сатана и улавливает казалось бы несправедливо у одних все а у других ничего какой вывод граб награбленное ложный вывод апостол яков как учит люби люби бедного на стороне тарифуи лидер чеки они не богатых то есть там куда есть анекдот в чем дочка говорит дед вернее спрашивает вот такая вот она комсомолка Мы хотим, чтобы не было богатых, то есть свергать у таких богатых, а он говорит, надо по-другому, надо вот, чтобы не было бедных, вот в чем смысл, богатых поубивали всех, ну дальше что, чтобы не было бедных, а как бедному помочь, а ты вот научи его работать, почему он бедный, спроси, что ему. А есть люди, которые осознанно выбирают эту бедность, вот жить в нищете, аскетизм такой, кто вот не смотрел этот ролик, подкоп, под общину, я вот был свидетелем этого разговора, Алексея Устинова с Игнатием Тихоновичем, он такой богатый, то есть он бизнес составил в Новосибирске, переехал в Потерявку, пять лет живет, и вот молодой племянник, Игнатием Тихоновичем как бы учит его, как как жить. Игнатием Тихоновичем там старается, пруды там восстанавливает, там коровник сломался, он городит, все общественные работы, все лежат на Игнатием Тихоновичем, и это вот племянник молодой, он его учит, что вы не так все делаете. Почему, непонятно. Что у него там, зависть, не зависть, там... Явная гордыня, построил себе дом богатый, все, кто тот, еще Игорь Дебунов говорит, я только увидел, зачем он такие вот, вековые бревна, зачем такой богатый дом там, сколько там, миллионов там, я не знаю, там, трудно оценить там внутри все. А уже заранее было, что вот будет туда приводить туристов, православный туризм, и они будут ему платить деньги за просмотр. Вот что, хороший бизнес. И вот у нас вот в православии, вот этот вот православный туризм, который не ведет ко Христу все около такие вот, по мощам, по иконам, по святым местам, все это надо, если ты веруешь во Христа распятого и воскресшего. Все это святые там мощи, все это богоугодники, божие, и им можно почитать, и нужно их почитать. Но если они заменяют Христа, как пример с Нехуштаном, когда вот был медный змей, каждый, кто посмотрит на него, исцелялся от укуса змеиного. Но когда из этого змея сделали Нехуштана, Богу это было уже не угодно, то есть сделали из него идола. Бог говорит, я вам сделал это, меня прославляйте. А они уже стали прославлять самого этого змея. Когда вместо Христа прославляют святых угодников божиих, они становятся идолами. Нарушается заповедь. Не создай себе кумира, Бог ревнитель, он ревнует даже к своим угодникам божьим, если о нем забывают. Поэтому сектанты, упрекая православных в выдалопоклонстве, перегибают некоторые. Забывая о Христа, такие очереди к Матронушке, к поясу Богородицы. Это Ткачев говорит об этом. Да у нас самая большая святыня, тело и кровь Христа, что может быть выше в воскресный день. Где такая километровая очередь к причастию? Да нет ли ее? А какой-то Матронушке неизвестно в районе или в аду. Потому что никто не может судить прежде времени никак. В жития святых читаешь только много перекосов. Если смотреть все во свете Библии, когда Игнать Тихонич их начитывал, всегда в колокольчике звенел, когда не по Слову Божию. Но начитал уж, что издали столько там приписок, прибауток, что не по Слову Божию. По вот этому перекопчику все понятно. То есть любить нужно и бедных, и богатых. И Христос учил и врагов любить, и не нужно разделять. В то же время и у Христа был любимый ученик. Он тут не скрывает, что да. Который любил Иоанн на груди. Что, Христос несовершенен был? Да не об этом речь. Тут люди характеры разные. К одним отношениям, к другим. И дети у тебя, ты одного больше любишь. Бог Исаака возлюбил, во чреба Дерякова возненавидел. Наоборот. Почему? Ну вот, не нужно путать одно с другим. Здесь именно богатого и бедного. Бедноту презрел, почему? Вопрос. От богатого можно какое-то вот, ну что-то поиметь с него. Он же богатый, может глядишь и подкинет что-нибудь когда-нибудь. Там выручит, поможет, займет. А с бедняка что с него взять-то? И вот в миру такая вот, перед богатыми, такое вот раболетство. Есть у тебя деньги, друг? Обанкротился? Все, до свидания. Не нужен ты мне. Апостол Акер говорит, что самое ценное в жизни христианин это богатство верою, стержание Духа Святого. Вот это богатство нужно собирать. Собирайте себе сокровищ на земле, а на небе. А как их собирать? А сделал доброе дело, не для себя, для ближнего. Вот уже в копилочку положено. Господь говорит, больного посетили, меня посетили. Дали стакан воды пророку во имя пророка, получите награду пророка. Если в это вера есть, ты будешь добрые дела делать. А если нету, то и ты будешь жить как эгоист только для себя, свой карман, свою трубу. Да, вот Олег пишет. Матфея 6,19-20. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Для чего вот и моля, и ржа вот это вот все придумано Господом? Чтобы вы понимали, что все временно. А сделал добро, уже вор тебя это добро. Другому ближнему отдал уже, у тебя вор не украдет уже. Не подкапывают, не крадут на небе. Но эти небесные дела как, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Отдал ближнему, ну не просто, а ради Христа ты это отдаешь. Потому что Христос так повелел учить ближнему. Тогда да, потому что и мусульмане делают добро, и другие, если эти добрые дела не в Духе Святом саделаны, то они немало пользы не принесут тебе, когда будет суд Божий. Вера без дел мертва, еще раз говорю. У нас этой мертвой верой заражены очень-очень многие в православии. Дел доброетели нет. И кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. Они ходят в храм для того, чтобы в этой жизни эту богатую, сладкую жизнь просто продлить. И чтобы ничего эта жизнь не омрачала, никакая не болезнь. Вот. Лозунг псевдо-православный. Жить, грешить и не болеть. При этом хорошо кушать, питаться, одеваться, богато все. Грешить и не болеть. Вот. Вот. Какой лозунг. Ложный вот этой мертвой веры. Без дел. А кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Просто не делаешь добро, уже грех. Понимаешь? Ты не убиваешь, не прелюбодействуешь, не крадешь. Идолов никаких там не почитаешь. Все десять заповедей. Но ты добро не делаешь. Добро ближнему не делаешь. Грех. И вот здесь вот мы читаем, то есть вот эти вот богатые, апостол Павец, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Каким именем? А христианами они стали называться. А как они бесславят? А тем, что богатые и бедных презирали, и вы тоже, Элизаблюдством вот этим занимаетесь, тоже бедных презирали. Презирали бедных. Вот в чем грех. Видите, он говорит, ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Не оказал милость бедному. Разбил он тебе окно, а ты не простил. Павец поверил в суд его. А милость превозносится. Ну взял бы, простил, помиловал бы ты его. Сказал бы, да ладно. Я тоже когда-то кому-то что-то делал, и мне простили. А взаимодавцев притчу давайте вспомним. Одному простил там сколько-то миллион. А тот побежал, вспомнил, что ему там тысячу рублей должен, ну по-нашему сказать, и повел его в темницу. А тот увидел, который миллион-то простил. Что ж ты делаешь-то, гад-то, по-нашему сказать. Я тебе миллион простил, а ты сто рублей простить можешь. И взял он его и бросил во тьму внешнюю. Так вот. И вот здесь даже переход именно вот уже от веры к делам, от бедных и богатых такой вот. Сейчас разберемся, что тут дальше идет. 14 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Вопрос. Давайте прочитаем толкование. Хотя ответ уже понятен. Если мы простили ближним согрешения их против нас, и из имения своего уделяем часть нищим, то и нас воспринимает милость Божия, когда будет судить наши поступки. Справедливо? Справедливо. И в молитве Отче наш мы говорим, и прости нам долги наши, долги и грехи, как и мы прощаем согрешившим против нас. А если не прощаем, дальше-то рассуждайте. Может ли эта вера спасти? Нет. Совершение сего важно. То есть, чего сего? То есть, прощение ближним согрешения их против нас. Прощать нужно уметь. И в денежном эквиваленте кто-то вот, работника ты нанял, а он, допустим, нес ведро с краской, да уронила краска там дорогая. Ну и чё ты? Уронил он не специально. Нет, вот будешь теперь месяц работать эту краску отрабатывать. Напротив. Еще надо исследовать. То есть, вот может уронил, действительно не специально, а может он такой неряшливый, постоянно. И ему просто на вред будет, если с него это не потребовать. То есть, надо тут исследовать всегда причину, по какой. Да. Хорошее замечание. Совершенно верно, да. И это будет именно любовь. Потому что, если, допустим, он такой неряшливый и постоянно делает, да, и его это простить, то это его душу как бы не исцелить получается. То есть, поступить не по любви к нему. А если как раз таки ему на него наложить, вот именно в таком случае, то это будет по любви. То есть, с рассуждением везде получается надо. Все вообще не так просто. Да, во всем должна быть рассудительность. Добродетели покажи рассудительность. Если мы безрассудно сейчас продали имение, там раздали нищим и поверили. Ну а дальше что? А дальше как ты будешь добрые дела творить, тебе жить негде. Ну а тут рассудительность должна быть во всем. Так. Еще раз повторю. Значит, если мы в толковании простили ближним согрешения их против нас и из имения своего уделяем нищим, то и нас воспримет милость Божия, когда будет судить наши поступки. Совершение сего важно. Напротив, тяжкое осуждение тем, которые не оказали благорасположения к подобным себе. Тех, которые не сжалились над ближними согрешившими против них, постигает осуждение злого раба. Матфея 18, 32, 35. С воздаянием по молитве, в которой мы просим Бога простить нам, как и мы прощаем согрешившим против нас. Молитва очень наша, я уже упоминал. А тех, которые не милостивы и жестоки к нуждающимся в телесной помощи, встретят суд без милости. Просто прошел мимо, он нуждается, он просит, а ты не дал, не оказал. Матфея 18, 32, 35. Сейчас открою. Тогда государь его призывает и говорит, злой раб, весь долг я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. Ну вот я это имел ввиду. Выше. То есть, пролил он краску и говорит, прости мне, я отработаю. Ну, за краску то не садят. Раньше за колоски садили, то в поле воровали. Вот что имеется ввиду. А ты жестокий? Нет. То есть, надо... Долг, здесь о долгии речи идет. Задолжал. Человек может задолжать, но по любому поводу. Вот. И просит, ну прости, а ты нет. Все. В тюрьму и пока не рассчитаешься. А он говорит, прости, я отдам тебе, а он мне говорит, нет, сейчас же здесь вы не положите. Он просто отложить ему, отсрочить. Можно сказать? Можно. Вот я недавно смотрела ролик вчера по поводу карпа, по поводу собрания, где Алексей сказал, что он кому-то отдал деньги за карпу. Купить карпов хотели. Смотрел кто-нибудь? И там мужчина тот, который им хотел предложить карпов, я так поняла, что карпы умерли. Что-то у них случилось, что они погибли. И вот надо ли ему возвращать эти деньги? Потому что Алексей даже написал в прокуратуру, чтобы он ему вернул эти деньги. Пять тысяч, по-моему, я как слышал. Вот здесь похожа что-то ситуация. То есть мужчина, мне кажется, тут не виноват, что он у него погибли. Я слышал, что в Павловске они отдали деньги, там, пять или семь тысяч на покупку карпов. Чтобы запустить их в потеряевку. Если этот продавец им не продает этих карпов, говорит, что у меня их и нет, то здесь Алексей прав, подавший на него в суд. Он им обещал, пусть предоставит товар. Вот. Как? Нет. То есть он украл эти деньги. Деньги взял, а товар не отдал. Он вор. Мошенник. Его нужно судить, чтобы Господь его не судил здесь на земле. Вот. Но я не знаю там, в какой роли каких карпов погибших имеется в виду речь. Я знаю, что Алексей этот же Устинов запускал карпов в потеряевку. Покупал. Запускал. Я этих карпов лично ловил, лично ел. Вот. И мы, тогда еще был Роман Малыш, хотели этих карпов выловить. Попросили у батюшки с Настей. Но он не дал говорить, давайте осенью, чтобы они подросли. Я говорю, что вернусь из командировки. К другу ездил. Путешествует. Он каждый год ездит. И тогда. Но. Так случилось, что выловить не удалось. Он ушел весь в выл и погиб в этом труду. Вот. Но в этом году батюшка ко мне сам подошел. Возьмите снасти, выловите. Но уже не карпов. Карп погиб. Карасей. В этом году, ну и слава Богу, с карасями. У меня вот полная морозинка вчера привез с потерявки. Карасей. И до сих пор там ловится. Вот. Тут надо рассудительности иметь. Опять же, вот Вячеслав Семенов как бы. Просто простить этому неряхи, чтобы он дальше был такой неряха и вор и мошенник. Это нет. Вор должен сидеть в тюрьме. То есть, он украл, его нужно обязательно наказать, потому что безнаказанность. Но если он украл и просит, прости, не выдавай меня, я больше так не буду. Тут уже милость превозносится над судом. Был случай, когда Игнатий Тихонович работал сторожем и охранял вагоны там и задержал там банду вот этих вот расхитителей социалистической собственности. Скажем, как вот в фильме-то «Кавказская принца», по-моему. И он их отпустил. Его, конечно, потом порицали там, наказывали как так. Почему он это сделал, неважно, не понято. Но когда он поздно ночью возвращался там, окружила его банда. И хотели его ограбить или убить. Нож уже там достали. И один этот отпущенный узнал его. И благодаря вот этому милостивому поступку он милостиво. И Господь говорит, с милостивым поступаю милостиво. И они его помиловали и отпустили тогда. Понимаете? Вот как? Вот так. Всякое в жизни бывает. В одном случае нужно осудить, чтобы дальше человек не продолжал грешить. В другом случае простить, чтобы тоже человек перестал грешить. То есть цель, чтобы перестал. Вот. Если ты ему простишь, он сделался еще наглее. Тогда прощать не нужно. А если осудишь, он может ожесточиться с каждой счетом. Здесь уже есть вот такие христиане, вы только можете. Да. Скорее всего Слав их завтраками кормят просто. и все барабаша тоже взяли товар деньги не отдали он тоже подал суд а с чего ранится и теперь ему потихонечку помаленечку выплачивают простить надо тогда когда просят прощение просят отсрочки тогда попроси потерпи да он с тобой рассчитывается но сейчас всяко бывает там детей в школу надо собрать и потерпи заработаю отдам здесь прости а когда тебе заплатил деньги а товар нет тебе говорит ну сдохли карпа какие-то деньги эти что сделают и вы предлагаете простить потому что он не виноват пусть купит у другого карпа и отдаст товар деньги нет вернет деньги справедливый закон божий рассудительно нужно нужно во всем у вас у женщин с этим иногда бывают перекосы поэтому и господь дал жене мужем и она говорит если хочешь чего узнать спрашивая дома у мужа жена в церквах да молчит чтобы безрассудительности не нагородить чего не надо нагородить сдохли карп это не по вине алексея не алексей не приехал их там и не не потравил опять же я не знаю какой там ролик я могу ошибаться какие там вот как говорится за что купил зато продаю вот некоторые говорят что раз нам учит значит всех милосердию всех все надо всем прощать иначе бог нам не простит я еще раз говорю прощать нужно тогда когда искренне просят прощения тогда ты обязан простить простить когда у тебя простили попросили прощения просили отсрочек путать с этим потерпи на мне все дам тебе и этот господин простил ты тут же побежал и тот тоже просит у него прощение прости мне эту там малую сумму я отдам тебе нет вот что порицается они так что деньги направо налево всем ворам и жуликам и шарлатанам мошенникам раздавать чего ранее то я буду кормить это все это шалупой который не хотят своим трудом трудиться на только ищет как бы кого обмануть да на чужом горбе проехать или иначе кто-то хотел еще сказать а наталья присоединилась или иначе милосердие к бедным могло доставить прощение даже идолослужителям как мы слышим от пророка пророк даниил 424 чего же не доставит она людям верующим о чем здесь речь кто может сказать какую причем здесь идолослужители кому они простили как когда они были милосердные к бедным и их проект кто простил давайте книгу даниила 424 откроем для начала посему царь да будет благоугоден тебе совет мой искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным вот чем может продлиться мир твой все это сбылось на царем на уходу на ссору милосердие к бедным а в духовном плане я хочу сказать милосердие к бедным духовным ты вот сегодня воскресный день и вот я каждое воскресенье прозываю всех на благовестия оказать милосердие к бедным духовно бывает люди жаждут чего-то чего-то духовного небесного не понимаешь вот так жить нельзя но света этого не видит и вдруг вот кто-то им на улице предлагает евангелие они потом благодарят или проповедь по интернете увидит благодаря наши вот визитки зайдя на на сайт во свете библии сколько людей сегодня все через интернет все и вот каждый раз вот какое-то сегодня в контакте тоже елена голодищук что вот вроде до благовестия никто там с виталий клинниковым она приедет барнаул научи меня благовествовать то барнауле тут никто меня не сводит подожди володя приедет но я приехал уже два воскресные дня нет и и душа вроде рвется сегодня мы вдвоем пошли людмила степанова раздавали евангелие беседы были такие записали но правда радиомикрофоны я оставил потеряю глупость сделал можно было бы уже настроить их все равно там шумно на улице на где мы благовествуем с площадь спартака там транспорт и слов и даже при радиомикрофоне видеть наверно слышно тоже не будет будут заглушать потоки машин а в другом месте народа нету где тихо не того может помолиться найти такое место что бы и народ был и но народ берет евангелие благодарит и ну видно что во тьме конечно находится но однако не отвергает это уже милость божия один парень я предлагаю евангелие сегодня к слову сказать но не факты что я прочитаю ибо я не люблю читать я не дал а потом уже по второму как бы кругу прошли и людмила степана ему же предлагает уже в другом месте оказался я же вас предупредила и она не знала что я вот так это не видно такое тоже случилось через но он так и не взял то есть мы милость оказали при предложили они хотят люди это их воля они а что это евангелие то есть они понимают что это святое если им святое не нужно ну как тут мы не 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 можем ничего сделать против насильно и не дашь у нас он не берет то есть вот те которые не милости вы были жестоки к нуда к нуждающимся в телесной помощи имеется ввиду в день денежный встретит суд без милости я уж про духовный помяну потому что она более важна это духовная помощь но это духовная помощь сегодня не 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 просят никто на улице во всяком случае раздаем редко кто-то подойдет и скажет а можно вам вопрос задать меня что-то волну не знаю почему хвалится милость на суде ибо милостивые по изречению господа помилованы будут она и справедливо и понятно если ты был жесток и не милостив то и от бога не ожидай милости или иначе милосердие к бедным могло доставить прощение даже идолослужителям как мы слышали от пророка данила 424 чего же не доставит она людям верующим мне кажется действие милосердия сходность тем что производит елей древесный наборящихся на поприще борцы намощаемые елеем легко ускользают от захватывания своими противниками так и наше милосердие к бедным даст нам на суде возможность избежать нападений со стороны бесов вот такое толкование масло такое вот масло милостыня умаслить еще говорят там человека то есть как-то милосердить его не подмажешь не поедешь такое вот есть еще поговорка притча о десяти девах тоже елею одних было масло 5 дев разумных и 5 неразумных а что такое масло толкование читает добрые дела и без этих добрых дел те которые 5 дев неразумных они не вошли не вошли запомните кто разумеет делать добро и не делает тому грех нудите себя но в дело заставляйте верьте что без добрых дел нам не спастись и делаете нужно я конечно делать не на показ поверю что чтобы ваша вера не мертвая казалось дела надо делать духе святом с любовью потому что выбрать делаете максимально иудеев в детстве да ты опоздал я об этом говорил повторяешься ну правильно говоришь кто кто же против то духе святом с любовью до делами не спасается никакая плоть тоже тут должна быть и вера и дела до что значит с любовью до до числа а с любовью это значит вы исполнение заповеди божий то есть только это и ты значит то для того чтобы самому исполнить заповеди другого ближнего на это наставить другого пояснения любви ну еще и совокупность всех совершенств нету то есть все что для спасения души ближнего то и это значит с любовью делать ну да ну то душе сейчас говорим но здесь нам толкователь говорит о спасении тела потому что на сегодня как-то не встретишь людей которые умирают от голода от холода как-то мы живем в такое время когда и изобилие всего и пенсии люди получают и социальные на всякие пособия и конечно там в интернете встречаешь много роликов там что там на власти особенно не что-то последний кусок без соли доедают там все 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 но это опять же кто не ленивый тот найдет сегодня на работу в россии не больше чем уверен если из других стран в ту же москву едут на заработки значит работа есть иначе а то что в деревнях потому что под любовью сегодня принимают голливудскую такую любовь в основном то есть это такое ласковое говорение потакание может быть каким-то там страстям даже ну то есть вот я был в магазине позавчера и вижу такую картину там девочка ну лет наверное ей 8 и отец и она хочет жвачку какую-то там и она ну по отдалению войны дай я возьму его нет строго нет папа дай возьму нет ну дай дай нет в итоге она положила и все вперед него пошла выходит такая обиженная он за ней бежит за ней прям бежит играть ну чё ты обиделась чё ты я же сказал нет и она такая обиженная сделал лицо такой и в итоге ну пошли пошли чё тебе надо куплю ну то есть по-мирски любовь оказалась на самом деле да да вот видите у мирских у христиан совершенно противоположное понятие любви и бог кого любит то он оказывает у кого же ты меня наказываешь покажу это любовь любовь это вседозволенность так они понимают все это мне разрешает что у меня там баллы что-то любовь а в наказании какая-либо вот эти наказаны для того чтобы душа твоя спаслась вот ты мод и пьяница ну как тебе закон повеливал побить камнями таких сыновей и народ побивал побивал сейчас мод и пьяница чё с ним делают да ничего в больнице его там промоют там кровь там все торпеду вашим там он опять за свою понятие любви конечно да вот у бабок к внукам любовь и ешь больше спи дольше то вот у них любовь а к чему это приводит а к тому что ребенок потом воровать начинает и судьба его как складывается то есть привык не привык работать с детства по себе скажу меня с детства родители не приучали работать я в 40 лет только начал зарабатывать на шее у родителей сидел не ним не приучить то есть все вот и они снили семье ребенок бабушка моя верующая была но она тоже у него вера такая была она православная но ешь дольше спи больше мне наоборот вот и все но она мне рассказывала о христе это я помню то есть но как могла я у нее спрашивал у нее было распятие нам не рассказала мне это вот запало плохие люди грит его распяли я для себя мне так жалко тогда было как-то человека живого гвоздями прибить не лет пять тогда был и себя я никогда не буду плохим уже понятие о добре и зле она мне вселяла но однако я стал плохим стал плохим она меня не обратила потому что вера была не евангельская вера была такая вот даже молитвы помню не были на церковно-славянском все и воспоминаем с братом читали и хохотали потому что билиберда нам казалось такая непонятная нам это было смешно она молилась по ним уж не знаю понимала она не понимала сегодня в интернете встретил петицию патриарху кириллу чтобы богослужение в русской православной церкви было на русском языке кто-то комментарий написал бред я думал чем бред а потом если это же бред русские просят молиться по-русски но не бред ли это патриарха русского до чего мы дошли куда мы скатились взяли от греков вот это вот уже непонятно что уже настолько испорчены монахами вот это вот евангельское светлое учили когда все понятно когда в простоте нет мы взяли эту веру византийскую криво криво православную все какое-то тайное там все непонятное такое полумагическое все это вот как во всем этом разобраться конечно сложно еще ролик и на тихонич поставил что есть какая-то община кто вот видел что вот там приезжают со всюду тоже в интернете головин все это все нацел владимир головина ссылается в община что нужные интервью не берут все у них таки такой вот я смотрю так вроде бы все у них так все такое вот богатые в потерявке приехал все в простоте в бедноте в такой вот как-то вот душа спокойно но когда такая вот ром маленькая роскошь уже душа не не принимает потому что когда ты на тихонич почему за ним многие что он и я не ни копейки на себя не потратил и это привлекает привлекает все для бога все на алтаре всей душой всей крепостью все сердце своим могу ли я про себя так что это нет конечно не могу за рушках платить надо кто платит оплатят вот паломники приезжают туристы большие деньги отдают почему надеются что он даст и у него что-то будет племянник алексей тоже об этом мечтает да да я когда на благовестие видел миссионерскую поездку мы книги и дайте тихонича дарили под библиотекам мы приехали подобное такое где вот напомните сейчас из головы вылетела вот это вот откуда все это идет торговлю то всем этим там ладаном там все 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 где у них вот это вот оптовая такая база так и не всем попереду софрина софрина или да я туда приехал предлагаю бесплатно книги она так смотрит нет это у нас покупать не будут там не надо она сразу же определила то есть покупать слов спасение души вообще речи нет люди души спасительные книги по словам торговки брать не будут для спасения души едут это суфрина а надеюсь на богатство на свое что они заплатят там что-то кому-то 40 устам закажут там кто-то будет молиться и у меня все будет хорошо это самое настоящее идола поклонства бога и дала любого там сегодня брат и когда-то было тоже говорил там то в каких то есть забыл как это термин называется но люди собираются и выбирают себе бога и ему молятся жертву естественно и вот она и нарушается угодно и невольно строя заповеди господь не создай себе кумира не просто кумира там тонну кумир он пустил апостол павел мой кумир но он не вместо бога он соработник божий рад божий апостол яков че послание мы сейчас проходим почитаю молюсь ему поклоняюсь но он не запевает собой христа в большинстве случаев люди говорю еще раз к мощам едут не знаю христе вот это печально и ткачев правильно андрей подметил а зачем вам ехать к мощам когда у вас есть причастие и исповедь все за чудесами за каким-то за благодатью за этими ощущениями и это хоть хочет сделать в потеряевке племянник глядя тихорича не вот подход под общину то есть он и извратить хочет вот это вот лагеря сейчас не стало но всегда лагерь был настолько беден настолько все кто был в потеряевке то есть ни одна крошка значит не пропадает то есть у нас даже помойной ям это не было все так было рассчитано что ребенок съедал и и ничего не оставалось и не выбрасывалось пищи наведи себе попробуй так не получается то что в этом году лагеря нет мы солоди взорвем втроем почти каждое ведро свиньям относим отходы правда в этом может это и не грех это необходимость без этого никак там почистить тоже надо и все это сегодня вообще не поели осталось куда все баночкам разложили кошек кошки у нас на ползуновом распланились они погреб у нас от мышей охраняют урожай же будем собирать там картошку это тоже надо ничего греха в этом никакого нет осталось пища много нанесли по любви мы ее не выбросили кошки съедят мышек поймает и все вот ну так у нас по традиции обычно когда вот час проходит вопросы задают и гнать и тихоновичу какие-то духовные или там может быть там житейский вот пожалуйста если какие то есть вопросы или может быть не вопросы на подборять и валентина коллеги какая валентина мама игоря уже последнюю неделю брат с ней не разговаривает то есть она не может уже говорить дело плохо а еще кто валидарь и валерия америка сегодня как-то галинине не сказала ничего но видимо никаких и известий не лучше не худшую сторону все все так же да вот галинка хороший ролик вспомнила яша плачет добыла его мама с этой а я я 6 я 6 3 года веревки вилла мать это не видела почему потому что ложная любовь раз ребенок плачет надо его полюбить надо купить ему жвачку и дать то что он просит то есть отец любил любил нет 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 он понимает что это либо вредно либо ну из-за принципа все таки вот не умеем мы своих детей любить не можем моим строго сказать нет не можем их отказать наказать и потому что вот полоское захлёстываю сергей худеев такой есть он приводил примеру из-за него знакомые что-то что ли там то ли дочь то ли сын вот я не помню наркоманом в общем стал и как как могли его пытались лечить и он там даже как будто хотел но вот он потом опять возвращался и в итоге родители просто запретили ему вход в дом сказали все ты нам больше пока ты наркоман ты нам больше не сын там или дочь я не помню ты домой домой будешь никогда не приходишь и выгнали его из дома ну и в итоге походил он походил в итоге пришлось ему бросить вернуться с покаянием на команду бросил и прочее то есть вот такой жесткий метод применили и это исцелило его да а потому что по писанию да сын ваш мод и пьяница но хоть камнями не побили но что-то подобное сделали вот хороший пример есть у тебя дочери имей под печенье одели их и не показываем веселого лица твоего есть у тебя сыновья учи их из юности нагибая шею их почему-то книга сирахова на одну главу на разница с электронной версии то есть олег предлагает восьмую главу в электронной версии 7 такое да так что такое мод который проматывает деньги пробивает проматывает промотал пропил прокутил это вот еще вопросы нет вопросов давайте продолжим чтение тогда еще сегодня выборы у нас только или везде у нас я не видел хотя может быть не обратил внимание вчера у нас везде везде кого выбирают все на работе сейчас у всех собрание депутатов требует чтобы дали отчет поголосовали или не поголосовали даже сейчас ходил какой-то человек пришел говорит я говорю вы кто он говорит я волонтер и мы приглашаем всех на выборы на выборы я говорю ну все я вас благодарю за приглашение он говорит ну вы вы голосовали нет никакой ушел ко мне раз приходили агитировали я горе я 2005 году один раз проголосовал за христа принял крещение в потерявке и с этого момента я свое мнение менять не буду ваш новый депутат христианин нет молчат но чё все я узнать не знаю чё за ним буду голосовать вот ходят это жажда власти депутата уже власть все-таки имеет какую-никакую это понимаю чтобы искренно не было желания служить народу и лезть в эту власть и деньги за это большие же нужно платить там выборная кампания так это вот она не дешево стоит все это такое зыбкое лукавство нет у меня веры в эти выборы библия говорит отдай нам царя чтобы прочих у других народов было зачем были суре еще не судили от бога люди поставлен дай нам царя дай нам вот так вот и и живем вот сегодня про патриарха что вот виталий калиников выставлял что вот он за аборты за убийство там за пролюбодеяние ну и елена гладыщук как бы мы замечание это делает какой народ такой патриарх чего там этих священников до постоянно на все вспоминаете но виталий испытал эту боль его обманул священник и он не хочет чтобы другие как бы попались на эту уловку на этот обман то есть он открывает глаза вы смотрите кто кто пастырь а кто волк но елена то уже давно поняла кто волки то кто пастырь мне это зачем нам это община миссионерская может кому-то и полезно будет вот и у нас батюшка тоже часто вот Вячеслав тоже депутаты что они там делают спят там в думе сидят такие деньжищи зарабатывают там вопрос игнотикнуть и задают и ответ когда по выборам можете зачитать да вот как в такой обстановке можно что-то обсуждать каждый сам по себе на фотографии давайте пять минут есть еще прочтем полезным будет я думаю как вы относитесь к общественной жизни пойдете на выборы как вы лично понимаете долг перед обществом или так как грядет конец света главное спастись вопрос Игнатий Тихоновичу задается он отвечает общество состоит из отдельных личностей и долг перед обществом этот долг перед отдельными личностями слово долг происходит от слова должен апостол павел этот долг выражает одной фразой римлян 13 8 не оставайтесь должными никому ничем кроме взаимной любви ибо любящий другого исполнил закон деяния 15 20 и чтобы не делали другим того чего не хотят себе и филиппийцам 24 не о себе только каждый заботится но каждый и о других вот это вот о любви мы должны проявлять любовь как христиане должны ли мы на выборы идти если в этом какая любовь или что долг перед обществом заключается в том что грех одного влечет наказание на всех а с обществом действительно а хам взял из заклятого один а поражение терпела все общество книга иисуса новина 71 но сыны израилева сделали великое преступление взяли из заклятого а хан сын хармия сына завдия сына зары из колена иудина взял из заклятого и гнев господь его горелся на сынов израиля я живу в россии среди русских и поэтому долг мой пред людьми состоит в том чтобы возвращать им о любви божией и жизнью своей подтвердить что я чадо божие и не быть ни для кого соблазном что далеко не всегда удается у нас строится с нуля православная деревня потеряевка я чувствую очень большую ответственность перед этим обществом за его будущее не только сегодня но и смотрю дальше что будет с ними со своей стороны я предложил все силы и свой талант чтобы у этого общества в это вообще не был устав который предусматривал бы все необходимое для жизни и благочестия 1 римлянам 4 8 его телесное упражнение мало полезно благочестия на все полезно имея обетование жизни настоящее будущее и 2 петра 1 3 как от божественной силы его даровано нам все подобное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славы и благости я как бы из потустороннего мира смотрю сегодня на жизнь в этом православном поселении какие и ждут беды и может полный развал и бегство отсюда если они будут и дальше также разрушать принятые здесь устав кстати лёша устинов он говорит я за устав я вот я не за ядовщину а за как же он сказал за уставщину у него и пояс всегда в отличие от дьякона там евгений ребятишка у него в поясочках ходит хотя бы внешне соблюдается и в храме неблагоковида ставят это нужно отдать ему должность здесь же происходит замена людей первое поколение уходит в песок и с поселением игоря глушкова и виктора савченко появляется какая-то надежда что устав они сохранят а в этом уставе до выражен долг перед обществом не перед шикотаном и калининградом а перед жителями потеряевки если бы здесь селились ревностные христиане такие как виктор андреевич яковлев татьяна кузьминична капустина члены нашей барнаульской общины то я мог бы спокойно умереть выполнив свой долг перед этим обществом насколько же здесь хорошо такое чудное местоположение рядом железная дорога уже есть электричество и телефоны есть религиозная община а поселившиеся здесь безумствуют и все это разрушают да услышит бог нашу молитву и развеет враждующих против устава и додаст более ревностных поселенцев на выборы никогда не хожу всегда молюсь чтобы бог дал мудрых правителей многострадальной россии которая никогда не была святой а была всегда пьяной полуязыческой полудикой полуазиатской если бы было хотя бы две кандидатуры одна из них добрый христианин я пошел бы на выборы нет виноградной лазы а есть только терновник репей крапивой поэтому избирает всегда на братоубийцу а имелеха суде 9816 пошли никогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине царствую над ними маслина сказала им оставлю ли я тук мой которым чествуют богов и людей и пойду ли скитаться по деревам и сказали дерева смоковницы иди ты царствую над нами смоковница сказала им оставлю ли я сладость мою хороший плод ли скитаться по деревам сказали дерева виноградной лозе еды и царствую над нами виноградного за сказала и оставлю ли я суд мой который веселит богов и человеков и пойду ли скитаться по деревам наконец сказали все дерева терновнику иди ты царствую над нами терновник сказал деревом если вы поистине Если вы не поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из Терновника и пожрет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли вы и по правде ли вы поступили, поставив Авимилеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иераваалом и домом его? И сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? И Матфея 16, 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей попредит? И какой выкуп даст человек за душу свою? Главное, конечно же, спасти свою душу. Это себя любивое желание идет только через заповедь о самопожертвовании на пользу ближнего, то есть всего общества. Евреям 10, 25. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. И 1 Петра 4, 7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Аминь. Так, ну, давайте заканчивать. Помолимся. Достойно есть я кого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога Нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Так. Марина Михайлюк, помолитесь своими словами в окончании занятий. Поблагодарите Господа. По телефону. Пожалуйста, мы Вас слышим. Благодарю. Благодарю Господа за хорошее занятие сегодняшнее. Во славу Христа. Царю Небесную Тим, Почителю, души истинные же везде сейся исполняй. Сокровища благих и жизни подателем. Приди и вселись сону. И очистен и от церкви скверны. Спаси блажен души наши. Аминь. Слава Христу. Аминь. Попросил, вот как мы православные привыкли за наряженными молитвами. Вот эти дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. А своими словами-то не можем. А вот вы послушали, как протестанты те же, баптисты молятся. Плачут. Я имел возможность слышать их. Царь Небесный перед началом занятия молится. В конце занятия достойно есть молимся. Учитесь молиться своими словами. Я вот заказал молитвословы сейчас на русском языке должны придут в интернете. И вот петиция сегодня тоже. Посмотрите, подпишите, найдите эту петицию. Может быть что-то и... Хотя Игнать Тихонич говорит, я не верю в эти петиции. Но вот у меня какая-то вера есть. Почему другие народы имеют счастье молиться на родном языке? А мы, русские, не имеем такого счастья. Может быть эта вот подпись как-то и поможет. Веры в это мало, но она... Если мы делать ничего не будем, ничего и не будет. Я попытался как-то... Прости, Господи, сейчас я прочитаю достойное. Я уже прочитал достойное. Я попросил помолиться своими словами. Своими, то есть вашими. Не чужими. Достойно есть это чужие слова. Вы поблагодарили Господа своими словами. Два слова сказали, и достаточно. Лучше пять слов сказать на непонятном, чем тему на непонятном. Они хоть и понятны эти чужие, но они... То, что они чужие, какая-то непонятность. Потому что это не ваши слова. Они от вашего сердца не исходят эти молитвы. Поэтому я всякий раз буду просить помолиться своими словами. Как я перед началом, я считаю Царем Небесным и своими словами тоже. Хоть каждый раз одно и то же, но я искренне прошу, чтобы нам не уклониться. Вот это вот самое главное. Вложь вот это вот право, влево. Не прибавить, не убавить. Все строго в истинном смысле быть у нас. Хорошо, Сергей, учите меня. На то я Богом и поставлен. Аминь. Слава Христу. Аминь. Будем учиться. Все с Богом. Так, следующее занятие у нас... Я напишу, когда будет. В среду в 14 плюс 3 в 17 по Москве. Перенесем на 3 часа попозже. В связи с работой с моей. Потом опять будет в 14 по Москве, когда Игнать Тихович придет. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.